Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы рассматриваем послание к криминам. Первая глава. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде веков обещал через пророков в своих Святых Писаниях. Во-первых, Павел называет себя апостолом, но не просто апостолом, апостолом призванным. Как, наверное, вы знаете, или мы с вами узнаем из последующего анализа послания апостола Павла, это самоименование не всегда находило поддержку у христиан ранней церкви. Ведь Павел не ходил в окружение Иисуса Христа, он не принадлежал к числу 12, а, следовательно, собственно говоря, апостолом и не был. Его призвание совершилось спустя уже десятилетия после воскресения Иисуса Христа, и хотя, как мы знаем, в этом призвании на пути в Дамаск, когда Христос явился апостолу, и тогда еще Саула спросил его, что ты меня гонишь, его призвание было для него несомненно, тем не менее, конечно, оно не имело каких-то подтверждений, кроме средства самого апостола, ну и, может быть, тех, кто в тот момент его сопровождал. И поэтому, конечно, несмотря на его уникальные заслуги, огромную эмиссию и небывалую активность, тем не менее, то, что он называл себя апостолом, оно не всегда встречало понимание. Люди считали, что иногда апостол Павел сам возвышает себя, что он не имеет права именовать себя так, как он себя называет. Но апостола Павла это нисколько не стесняло, не останавливало, и, как мы с вами узнаем впоследствии, он прекрасно мог постоять за себя и доказать и показать свои апостольские полномочия. Но здесь он называет себя так и говорит о цели своего призвания, избранной благовестию Божию. То есть это не благовестие его самого, не его личная инициатива. Свою проповедь апостол Павел воспринимает как задание, которое он получил непосредственно от Бога. И более того, то, что содержание его проповеди, оно является продолжением того, что ранее говорили пророков в святых писаниях, ставит его в один ряд с прежним пророческим провозвестием. И тем самым апостол Павел таким образом линейно рассматривает священную историю, и он мыслит себя как одного из пророков, одного из тех, кто выполнял особое поручение Божие, обращаясь к людям и составляя письменные свидетельства своей проповеди. Итак, о сыне своем, апостол Павел 30 говорит о содержании того, что он говорит, который родился от семени Давидова по плоти и открылся с Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашему, через которого мы приучили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять все народы. Это именование Христа, эти слова, они тоже имеют очень важное значение. Почему? Потому что в них мы встречаем с вами одну из формулировок веры ранней церкви. Таких формулировок в послании к римлям довольно много, и мы будем с вами на них останавливаться. Почему они важны? Потому что это действительно некое кредо, некое концентрированное изложение того, что проповедовала церковь, что являлось ключевым положением его учения. Итак, Иисус Христос родился, будучи Сыном Божиим, от семени Давидова по плоти, то есть в рамках еврейского народа, и его уникальность, она открылась, то, что он Сын Божий, в силе по духу святыни, но не столько и не только, да, благодаря чудесам и проповеди, которая притягивала к себе множество людей, сколько по воскресенье из мертвых. Ну, а для апостола Павла это тоже важно. Мы уже сказали с вами, что он не знал Иисуса Христа в дни земного служения, поэтому ключевое значение для него лично имеет встреча именно с воскресшим Христом. И именно воскресение из мертвых, оно открывает действительно божественную прерогативу Иисуса Христа. Ведь действительно, да, его проповедь была уникальна, он совершал множество чудес, и, конечно, они ставили вопрос о его полномочиях, о его связи с Богом, но все-таки он был человеком, человеком таким же, как и те, кто его окружали, как те, кому он как магнитом, да, себе притягивал, притягивал, несмотря на всю необычность и неординарность. Но воскресенье из мертвых, оно принципиальным образом меняет восприятие Христа, потому что он возвращается к жизни, он продолжает жить, смерть оказалась над ним невластным. И помните, да, что Фома произносит, мы с вами это разбирали, когда видит воскресшего Христа с ранами от гвоздей и с пробитым Богом. Он говорит, Господь мой и Бог мой, потому что только Бог может перешагнуть смерть, только Ему одному это под силу. И поэтому именно божество Христа открывается по воскресении из мертвых, именно воскресенье, оно показывает, кем он был и кто он есть. И воскресший Христа, он уполномочил проповедовать, в том числе апостола Павла, и, по сути, это проповедь, это распространение его господства. Он покоряет себе все народы. Но это покорение происходит не через силу, а через свидетельство веры. Поэтому апостол Павел считает, не будучи членом Римской Церкви, никак до этого не связанной с ним, обращаться с письмом, с наставлением к Римской Церкви. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Итак, действительно, мы понимаем, столичная церковь уже по своему местоположению, конечно, стояла в особенных, в уникальных отношениях с остальными христианскими церквями, и поэтому в конце послания апостол Павел даже просит о том, чтобы римская церковь проявила в нем участие, и знает, что, скорее всего, его приход в Иерусалим, а апостол Павел, наверное, пишет в Греции, в Калинфе это послание в преддверии окончания своего третьего миссионерского путешествия, и понимает, что, наверное, Иерусалимская церковь, потому что он не вписывается своим благовестием в ее понимание, демонстрательства Христа, возможно, он не будет ей принят, и поэтому он очень надеется на то, что римская церковь, она воздействует каким-то образом на Иерусалимскую церковь, а он говорит, а теперь иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, и вообще делится здесь своими планами в конце о том, что он собирается прийти в Испанию, и, проходя в Испанию, он придет в Рим, и говорит, чтобы молю, чтобы избавиться мне от неверующих в аудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было бы благоприятно святым, то есть тем самым, несмотря на то, что Иерусалимская церковь являет церковью матерью, а римская церковь, она состоит, собственно говоря, из, может быть, не то, что случайных людей, но как бы даже, по-видимому, постоянной проповеди в Риме как таковой не было, тем не менее, она в силу своего местоположения центрального города Великой империи могла и повлиять на Иерусалимскую церковь, как ни странно, хотя, собственно говоря, Иерусалимская церковь была апостольской, а римская церковь в ту пору еще нет. Апостол Павел уверен в том, что он может утвердить римскую церковь и преподать ей некое духовное дарование, то есть утешиться с вами верою общую и моею. И вот содержание этой веры общей для всех христианских церквей и является предметом его послания. Не хочу, братья, оставаться в невидении, что я многократно намерялся прийти к вам, чтобы иметь некий плод у вас, как и у прочих народов, ибо я не стужусь благоствования Христова и готов благоствовать вам, находящимся в Риме, ибо благовестие Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, затем и Иерину. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет, 1.17. Так вот одно из ключевых положений в вступительной части послания к Риме, где апостол Павел раскрывает, во-первых, свое видение своей миссии и приводит ключевое положение своей доктрины. Это откровение правды или праведности Божией от веры в веру, и здесь он ссылается на слова пророка Аввакума, праведной верою жив будет. В чем, собственно, проблема? Да, мы понимаем, что для иудейской аудитории праведность она определялась целиком и полностью на исполнении закона, на следовании его нормативам и установлениям. Если человек исполнял закон, он, значит, праведный перед Богом. Если он не исполнял закон, значит, он неправедный, значит, он грешен. Но для апостола Павла, как мы уже говорили в видении, и это сейчас еще увидим впереди, как бы закон не обеспечивал оправдание перед Богом, он не гарантировал человеку спасение, он лишь регулировал его жизнь определенным образом. Вот Бог, как бы, вмешивается в эту ситуацию, и он сообщает человеку праведность, но праведность, которая не через исполнение правилам и нормам закона, а непосредственно от Бога, праведность Божия. Здесь апостол Павел, как бы, только дает, как бы, камертоном, да, начальный звук, он только, как бы, вот во вступлении эту тему ставит. Более подробно он будет об этом говорить дальше в третьей главе послания. Но, что важно, что наряду с откровением праведности Божией открывается, следующий, 18 стих, 1 главы, и гнев Божий с неба на всякой нечесть и неправду, подавляющих истину неправду. То есть, откровение гнева Божия, это, значит, преддверие божественного суда, оно тоже уже не за горами, оно тоже уже близко. Но вот в преддверии этого гнева Божия, о котором здесь говорит апостол Павел, на всякой нечесть и неправду людей, человеку дается шанс, ему дается возможность все-таки оправдаться, стать праведным. Но для того, чтобы человек этого захотел, для того, чтобы он воспользовался этим шансом, этой уникальной возможностью, которая предоставлена ему Богом, необходимо то, чтобы он сам бы осознал свою неправоту. Понятно, что римская церковь, она жила в соответствующем окружении, и, собственно говоря, для нее эти пороки язычества, они были очевидны, и, в общем-то, с ними все, кто жили в Риме, конечно, сталкивались ежедневно. Но почему это стало возможно? Почему как бы Бог попустил большому количеству людей не знать его, почему они скатились в такие довольно серьезные нравственные упущения? И здесь апостол Павел, он как бы начинает обдумывать эту тему, потому что для него судьба язычников, иудеев, она является ключевой. Он их сведет дальше, в 9-11 главы, и они как бы наполнены, насыщены этим осмыслением в контексте Писания. Но сейчас он говорит только о ключевых моментах. И прежде всего напоминаю, что да, язычники не имели закона, да, они, собственно говоря, не имели перед собой никаких правил, но это не значит, что они не знали Бога, это значит, что Бог был для них закрыт, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог им явил, ибо невидима его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безоответны. Итак, они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осветились в умственных своих и омрачилось несмысленное сердце. Апостол Павел говорит об естественном богопознании через рассматривание окружающего мира, люди не могли не прийти к мысли о творце, о создателе этого мира и о существовании единого Бога, который управляет и руководит всем творением. Но, хотя это понимание и наличствовало, и существовало в язычестве, тем не менее, они в этом осознании, в этом восприятии скатились до того, что творца и нетленного бога изменили образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и придал их Бог в пухотях в сердцах их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложу и поклонялись и служили твари вместо творца, который благословен вовеки. То есть, не имея, как бы не развивая идею о едином Боге, о духовном существе, язычество, оно представило себе Бога как творение, как апостол Павел говорит, тленного человека, птица четвероногий, то есть, творца заменила тварь, а как следствие и то, что отношение не только между богами, но и между людьми, оно тоже стало носить страстный, греховный характер. И апостол Павел здесь перечисляет многочисленные грехи язычников, он говорит о том, что они по линии лукавства, краснолюбия, злоба, исполненной зависти, убийства, расприи, обмана, злонравия, злоречивые клеветники, богоневистники, обидчики, изобретательные на зло, непослушные родителям, нелюбовные, немирные, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, вот печальный итог, длинный перечень, которые апостол Павел приводит в доказательство того, насколько безнравственна была ситуация в современном ему язычестве, она как бы не имеет выхода, поскольку апостол Павел говорит, что если мы читаем этот текст, мы воспринимаем его действительно как перечень грехов, как то, что вызывает неприятие, что неизбежно вызывает, приводит к отторжению этой ситуации, то здесь все совершенно по-другому. Здесь физичество не только не вызывает отторжения, но и даже одобрение, принятие греха. И, конечно, это тупиковая ситуация, ситуация, которая не имеет выхода, и в которой люди сами ничего были не способны делать, потому что они действительно, изменив свои представления о Бога, превратив единого Бога в множество разных языческих богов, как бы раздробив и очеловечив, острастив его существование, они тем самым и, по сути, вели вот эти различные страсти в свою жизнь, когда эти страсти проектировались и на тех, кто по их мысли был выше их. И, конечно, вот это такой круговорот, умут греха. И казалось бы, что выхода из него нет, что это лабиринт, в котором можно только заблудиться, но выход никогда не будет найден, но он есть, и апостол Павел говорит об этом дальше в последующих главах.